И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцати же апостолов имена Сутии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Яков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филип и Варфоломей, Фома и Матфей Мыды, Яков Алфеев и Левей, прозванный Фадеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал Иоанн. Евангелие от Матфея Галилея. Северная область Палестины. Начало первого века. Из родного рыбацкого городка на берегу Генесарецкого озера Вифсаиды двое братьев переезжают в другой, неподалеку, Капернаум. Здесь они будут жить вместе, одной семьей. Старший брат Симон, будущий апостол Петр с женой и тещей, и младший брат, холостяк Андрей. Андреас, у которого мы не знаем про его еврейский имя ничего. У него как бы есть только греческое имя. Значит, если Петр – это скала, то Андреас – это что-то вроде мужественной, настоящей мужчины. То, что взрослый мужчина Андрей не женат, для того времени большая редкость. Лишь немногие благочестивые иудеи первого века выбирают целомудренное безбрачие, как, к примеру, Иоанн Креститель. Но Андрей, скорее всего, просто еще не успел жениться. Рыбак, он человек очень бедный, он, главное, нестабильный в отношении дохода. Вот сегодня он поймал много, а завтра мало. Послезавтра вообще ничего не поймал. Значит, все сидят голодными. Один взрослый мужчина еще продержится как-то, а когда дети, когда женщины есть, да, их надо каждый день кормить. Поэтому, вероятно, рыбаки, вот они такие были в этом смысле люди. И женились бы, да, не позволяют обстоятельств. И хотя рыбаки – люди простые и малограмотные, они не живут одними житейскими заботами. Строго придерживаются закона отцов и их веры в единого Бога. Андрей в духовных поисках даже отправляется в путешествие далеко на юг, на реку Иордан, чтобы послушать проповедь отшельника Иоанна Крестителя. Иоанн проповедовал покаяние, проповедовал крещение, покаяние на Иордане. К ним истекался народ из Иудеи, из Иерусалима, однако Андрей жил в Галилее. И вообще Галилейне, а Андрей был таким полноценным Галилейнеем. Галилейне для иудеев были такие полуязычники, люди очень сомнительной религии. То, что Андрей оказывается на Иордане, он говорит, что действительно он искал чего-то. Видимо, Андрей принадлежал к той части израильского народа, который был полон так называемых мессианских чаяний, мессианских ожиданий. То есть тех, кто ждал прихода Мессии. Кто был такой Мессией, в этот момент было не очень понятно. Некоторые считали, что Мессия – это будет царь, который освободит Израиль, создаст новое царство. Другие считали, что Мессия – это будет скорее какой-то священник или пророк. И Андрей идет к тому, кто говорит, «Я могу приготовить путь Мессии». Иисус из Назарета после сорокадневного поста в пустыне и победы над Искусителем возвращается из уединения. Приходит на Иордан, где видит Иоанна Крестителя с учениками, среди которых и рыбак Андрей. Иоанн не раз говорил о Христе своим ученикам, и теперь указывает на Него, называя «Агнцем Божиим, который берет на себя грехи мира». Тогда Андрей и еще один ученик следуют за Христом и спрашивают Его, «Учитель, где ты живешь?» «Идите и увидите», – отвечает он им, тем самым впервые призывая учеников. Андрей проводит с Иисусом весь день и становится Его первым учеником, первозванным апостолом. Место крещения Христа и его встречи с Андреем на реке Иордан и сегодня, больше, чем через две тысячи лет после этих событий, посещают сотни паломников. Оно находится на территории Королевства Иордании. До 1996 года здесь была военная зона. Танки, минные поля, солдаты. Сразу после подписания мирных соглашений археологи начали раскопки, и они нашли 11 объектов, связанных с поклонением месту крещения Христа. Монастыри, монашеские кельи. Паломники шли сюда с самых первых веков нашей эры. Есть карта греческая, 6 века, где библейские места показаны, и как место крещения Христа, там отмечено именно это место. После общения с Христом Андрей понимает перед ним истинный Мессия и спешит вернуться к брату Симону, чтобы рассказать, кого он встретил. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос, и привел его к Иисусу». Евангелие от Иоанна. Андрей важен именно как человек, который создает впервые общину апостолов, но создает ее, чем приводя к Иисусу Петра, создавая камень, краеугольный камень церкви, о котором говорит Христос, что на всем камне сождерживает церковь свою, и врата адовы не одолеют ее. И дальше он как бы отходит на второй план, играя какой-то, вероятно, административную роль в общении апостолов, но не входя действительно в число ближайших учеников. Первозванному не суждено стать первоверховным апостолом. Возможно, это объясняется тем, что Петр старше, а в иудейском обществе того времени старшим братьям во всем отдают преимущество. Но у Андрея есть свое особое дарование. Все время приводят кого-то к Христу. Сначала он своего брата Симона привел, потом мы читаем о том, как он привел вместе с другим апостолом к Христу, никих эллинов, мы даже не знаем, кто эти такие были, но вот единственный раз, когда они упомянуты среди людей, слушавших Христа. Может быть, он был таким посредником. Вот есть такие люди, которые сами, может быть, не добиваются каких-то выдающихся результатов, но тем не менее они связывают между собой людей. Один из двенадцати ближайших учеников Христа, Андрей, сопровождает его в странствиях по Галилее. Однажды, недалеко от города Тиверии, Господь поднимается на гору и долго молится. У него уже тысячи последователей, и все они остаются здесь с ним до позднего вечера. Христос велит апостолам накормить этих людей, что повергает в замешательство всех, кроме Андрея. Именно он приводит мальчика, у которого есть пять хлебов и две рыбки. Он верит в то, что Христос может сотворить все, что угодно, даже утолить голод всей этой массы слушателей такими крохами. И действительно, пять хлебов и две рыбки будут умножены Христом и насытят пять тысяч человек. Один из учеников его, Андрей, брат Симора Петра, говорит ему, здесь есть у одного мальчика пять хлебов, очменных и две рыбки. Но что это для такого множества? «Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, так же и рыбы, сколько кто хотел». Евангелие от Иоанна. В дальнейшем Андрей мало встречается на странице Нового Завета, разве что он является участником тайной беседы Иисуса с избранными четырьмя учениками, тремя своими основными тайными учениками, Петром, Яковом и Иоанном, к которым здесь добавляется Андрей. Беседы о разрушении храма, о разрушении Иерусалима, такой таинственной беседы перед страстями Христовыми. И затем Андрей в последний раз упоминается евангелистам и Лукою в начале деяний апостольских в сцене сошествийского духа, говорений на языках, после чего Андрей полностью исчезает из строительства Нового Завета. После воскресения и вознесения Христа Андрей, как и большинство апостолов, скорее всего остается в Иерусалиме до прихода к власти Ирода Агриппы. Андрей, как и другие апостолы, ушел из Иерусалима в отдаленные края, потому что Христос перед Вознесением сказал, «Идите по всей Иудее и по всей земле». И Андрей ушел отсюда на север, в северо-восток, с благой вестью о Сыне Божьем, которого он встретил и которого теперь должен узнать весь мир. Андрей сопровождает своего брата Петра, когда тот обходит с проповедью всю Палестину. Вдвоем они долго проповедуют в Синопе, в то время главном городе на Черном море. По предположениям историков, братья Петр и Андрей странствуют вместе больше десятилетия. В Епифамисе он описывает замечательную сцену, когда апостолы простились, облогу зались, и Андрей пошел проповедовать в Восток, а Петр на Запад. Такое разделение Вселенной между двумя апостолами. Связано, конечно, уже с традицией двух таких больших патриархатов Константинопольского Восточного и Римского Запада. Самый заметный исторический след оставляет миссия апостола Андрея в городке Византии, который потом будет называться Константинополем, а еще позже Стамбул. О том, что апостол Андрей посещает Византии, мы читаем уже в древних апокрифических деяниях. Андрей здесь сталкивается с некоторыми проблемами, какие-то вооруженные люди, буря, но все-таки он проходит, и идет дальше на Запад. Ничего не говорится о том, что он здесь основал какую-то церковь, но уже в византийское время возникает предание, что апостол Андрей основал и эту церковь, и эту церковь, и эту церковь, что он в Варгерополе рядом с Византией поставил епископа Стахия в первый епископ Византии, потому что в Византии якобы был некий тиранзий в Кси. Но все, конечно, это очень неистонические предания, как это местные локальные легенды, это все наслаждение. Интересно, что литургическое прочитание апостола Андрея в церкви не было очень высоко. Апостол Андрей возник в момент резкой полемики с Римом, усилившейся в IX веке при патриархе Фоте и дальше, и когда римляне говорили, вот мы первая церковь, потому что нас основал Петр, первый апостол, Константинополь, говорю, а нас основал Андрей, который вообще первозванный, который раньше пришел ко Христу, и ничем не хуже, так сказать, Петра, поэтому у нас такие же права, как и у вас. Хотя в действительности, видимо, такой вот ранней истории у церкви Константинополя, в Византии, как у Рима, не было. По преданию, дальше апостол Андрей отправляется проповедовать с Кифом. Этот дикий народ, блондина с голубыми глазами, в то время живет на северном и восточном берегах Черного моря, за пределами Римской империи. Скифами называли в древности греки и римляне. Во-первых, собственно, скифов, вот тех, о которых писал Геродот, которые были хорошо известны, которые были гастарбайтерами, кстати, в Древней Греции, они исполняли в основном силовые функции, они были полицейскими, как-то не странно. Ну, то, что грязная работа, нужно такой здоровый детина, который не мучается выгрызениями совести, зато может там откалашматить кого-нибудь. Поэтому слово скиф – это могучий дикарь с севера, такой вот, с которым лучше не связываться, свободолюбивая. И когда апостол Андрей отправился к скифам, то, конечно, это не была какая-то точная точка назначения, это было северное причерноморье. В самых широких чертах, где были греческие колонии. Дальше Андрей предпринимает путешествие на Кавказ, в Звонетию и Осетию. Отсюда он направляется к берегам Тавриды, нынешнего Крыма, где подолгу проповедуют в греческих городах Феодосии и Херсонесе. Ну, вот сегодня Херсонес на территории Севастополя, Пантикопея на территории Керчи. Это как раз развалины этих греческих колоний. Ну, а, например, в Симферополе, столице крымской автономии, находится развалина города, которая называется Неаполь-Скифский, одна из столиц как раз скифов. Вполне вероятно, действительно, там был апостол Андрей. Знаменитая древнерусская летопись «Повесть временных лет» рассказывает о путешествии апостола Андрея и дальше на север, вверх по Днепру. В летописи мы встречаем повествование о том, что апостол Андрей дошел до места будущего города Киева, остановился на Киевских горах, воздвиг здесь крест и изрек пророчество о том, что здесь будет великий город. Поверье об освящении апостолом места, где будет построена столица Древней Руси, живо до сих пор. Считается, что это произошло на том самом месте, где сегодня на Андреевском спуске стоит Андреевский храм. Затем, как говорит летописец, он пошел далее вверх, то есть на север, или на северо-запад, может быть точнее, дошел до Новгородской земли, побывал еще в Новгороде Великом, где увидел странные местные обычаи, как люди парятся в бане и хлещут себя вениками. Раньше историки считали, что этот эпизод в летописи отражает противостояние Киева и Новгорода и был написан лишь для того, чтобы посмеяться над новгородцами. Но опять же, в 20 веке целый ряд исследователей начали более тщательно изучать это повествование и сегодня уже появилась точка зрения о том, что все-таки иронии в этом повествовании нет. Что вот это повествование о том, как апостол Андреев приходит в новгородские бани и видит, как люди там парятся и хлещут себя березовыми вениками, что скорее всего это следует понимать как рассказ об особом, так сказать, аскетическом каком-то таком делании, что апостол удивился тому, что он увидел какой-то особый аскетический такой вот обряд. По летописи апостол Андрей путешествует с благой вестью из Причерноморья через Киев и Новгород в Рим. И такой маршрут только на первый взгляд кажется невероятным. Вот этот вот странный путь из Причерноморья в Рим через Киев и Новгород действительно, как выяснилось, археологические сведения показали, что теоретически такой путь мог быть. Торговые пути, которые тогда пролегали из Киева в Новгород и далее в Западную Европу, это, в общем-то, был налаженный торговый путь, по которому апостол тоже вполне мог путешествовать. В свое последнее путешествие апостол Андрей отправляется в Грецию, где посещает с миссией Филиппы и Фессалоники. Это вполне логично после путешествий по Черноморью, по вот этим вот странам, самым-самым северным, как и только были известны, жителям Римской империи, он спускается уже вниз, спускается вот вниз по карте, а там как раз территория, населенная Грекой. С Греками ему было о чем разговаривать, намного больше, чем со скифами или какими-то другими племенами, там, скажем, в Колхиде или где-то еще в Северном Пречерноморье. И, конечно, вполне вероятно, что, сделав вот такой бросок на север, он потом обосновался в той местности, где его миссионерство, оно приносило гораздо больше плодов в греческой стране. В Патре апостол пребывает уже в почтенном возрасте около 50 лет и решает остаться здесь навсегда. Он проведет в этом городе долгие годы, прежде чем принять мученическую смерть. Историческая новелла третьего века «Деяние апостола Андрея» рассказывает о том, как Андрей исцеляет жену проконсула Эгеата, и она принимает христианство. Но сам губернатор не хочет и слышать о новой религии и бросает Андрея в тюрьму. Тюремщиков апостола приходится часто менять. Едва познакомившись с сузником, все они обращаются в его веру. В конце концов, 28 ноября 1969 года проконсул отдает приказ распять Андрея. Чтобы казнь была помучительнее, страшнее, он привязывает его к кресту, чтобы тот дольше мучился, в таком чувстве, важнее человек будет дольше мучиться и умирать. Возмушенный народ хочет освободить Андрея, но Андрей говорит, неразумный, разве этому я вас учил? Я уже иду к самому Богу, а вы меня останавливаете. И в висе на кресте он три дня проповедует Христ. А предание о том, что апостол Андрей распят на П-образном, на Андрейском кресте, возникает очень поздно, где-то в конце XII века в готической Франции, видимо, в Пургонии. И только потом, через запад, под западным влиянием попадает к нам в Россию при Петре. И древние фрески с изображением распятия апостола Андрея как раз демонстрируют то, что он распят на обычном кресте, только привязанный, а не при Петре-гвозьмем. У креста собирается 20 тысяч человек. Толпа окружает его день и ночь. Апостол, которому уже больше 60 лет, находит в себе силы, чтобы говорить о Боге и на кресте. По преданию, предсмертной проповедью он обращает в христианство больше двух тысяч человек. Здесь, в Патрах, святой апостол Андрей принял мученическую смерть ради единого истинного Бога, призвавшего его, тивериадского рыбака, стать ловцом душ человеческих. И все мы, христиане, должны последовать по стопам святого Андрея такой непоколебимости истинной веры. Через много лет после кончина апостола Андрея его останки переносят в Константинополь и кладут в знаменитом храме 12 святых апостолов. Во время четвертого крестового похода папский легат Петр переносит мощи апостола Андрея в свой родной город Амальфи на юг Италии. Пока строили специальную крипту для мощей, они были скрыты в церкви Амальфийского порта в судоходном морском шлюзе в течение почти двух лет. Затем, 8 мая 1208 года мощи святого апостола на веренице новых галер были перенесены по морю прямо к кафедральному собору. Лишь только мощи внесли в собор произошло чудо. Сверху упал маленький ребенок приблизительно с 7 метров прямо на пол и остался совершенно невредим. Мощи апостола Андрея с тех пор так и хранятся под главным алтарем кафедрального собора города Амальфи. Мы, итальянцы, народ моря, который очень сильно связан с апостолом Рыбаком. Он был первым призван Христом, поэтому для нас большая честь хранить у себя его мощи. Их никогда не исследовали ученые. Было бы очень рискованно делать здесь раскопки, потому что мог бы рухнуть весь алтарь. Но часть мощей хорошо видна. Так что все верующие могут молиться здесь перед мощами того, кто был одним из любимых учеников Христа. В 1964 году, после многочисленных переговоров, католическая церковь возвращает часть мощей апостола Андрея, его честную главу, Элладской православной церкви. Это была незабываемая церемония. Очень красиво. Мощи встретили на главной площади города Патри, площади трех союзников. И святыня торжественно была перенесена в храм. С того времени честная глава находится в Патри и почитается самой главной святыней не только нашего города, но и всей Греции. В России особое почитание апостола Андрея начинается еще в XI веке. Киевское сказание о путешествии Андрея Первозванного по Днепру и Волхву подкрепляется новгородскими преданиями и превращается в традицию об апостольской проповеди по всей русской земле. Со времен царя Ивана Грозного этот аргумент используют для защиты самостоятельности России в церковных делах. Это такая, если хотите, легитимация Руси. Вот мы тоже от апостолов. Русской церкви было очень важно в какой-то момент сказать «А мы апостольская церковь». Вот там в Египте, в Малой Азии, даже в Индии проповедовали апостолы, а у нас что не проповедовали, у нас тоже. И была придумана, если хотите, эта история про апостола Андрея. Но назвать ее вымыслом тоже как-то язык не повернется, потому что, в конце концов, апостол Андрей мог проповедовать Херсонесе Таврическом вполне. А это будущий Севастополь, это будущий город русской военной славы. И Андреевский крест, который взят в качестве символа русского военно-морского флота, давно еще был взят. Он в каком-то смысле продолжает эту традицию. И главное не в том, где апостол Андрей или любой другой апостол действительно проходил, а скорее в том, на чье наследие опирается та или иная культура. Вот Россия, как, скажем, Шотландия, на флаге которой тоже косой крест, только синие и белые цвета, там противоположным образом это белый крест на синем фоне. Шотландия и Россия почитают апостола Андрея как своего небесного покровителя. Кто же может это запретить русским и шотландцам? Вот это наш небесный покровитель. Мы его пригласили к себе. А то, что он при жизни, скажем, у нас тут не проходил, это ничего не значит. Апостол Андрей приводил людей ко Христу и на страницах Евангелия и после Вознесения Господня. Самой своей жизнью и даже своей смертью Андрей Первозванный обратил в истинную веру тысячи своих современников, иудеев, скифов, греков. И сегодня в мире полном неверия и духовных соблазнов фраза апостола Андрея «Я нашел Мессию» звучит очень актуально и указывает людям 21 века все на тот же единственный путь спасения. «Я нашел Мессия» первая essa «Нао» «Мессия» «Я нашел Мессию» «Я нашел Мессию» и угольные FPS rodeo Субтитры создавал DimaTorzok